Здравствуйте, Светлана. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о вашей компании, о том, чем лично вы занимаетесь, какую роль вы принимаете. Я директор пан-маркетинга в Калужской области, то есть мы производители питьевой и минеральной воды в Калужской области, при этом мы имеем собственную дистрибуцию по Калужской области. То есть нам рынок водный порядка 90% принадлежит в Калужской области. Также у нас есть интернет-магазин в Москве по доставке питьевой и минеральной воды и сопутствующих товаров. Соответственно, нам нужен был полноценный интернет-магазин. У нас был он, собственно говоря, но он был на платформе Модекс, она мало подходит именно как интернет-магазин, слабенькая. А скажите, вы именно какие задачи хотели с помощью интернет-магазина решить? То есть у вас он был, у вас были какие-то заявки на Модекс? Конечно. То есть он работал? Он работающий был, да. То есть у нас большая клиентская база, это работающий магазин, но он плохо справлялся. Мы росли и, соответственно, он стал плохо справляться с нашими потребностями. То есть у нас ассортиментная матрица стала очень широкой. Сложно было работать в админке, то есть много ручного труда. Модекс, но они не заточены изначально под электронную коммерцию, это понятно. В плане SEO задачи вообще не решали, собственно говоря. Одноштатный SEO был категорически настроен на переход на новую платформу. Так, и каким образом у вас осуществлялся поиск платформы? Почему вы остановились именно на движке CSC? Честно говоря, я не мониторила рынок, занимался одноштатным специалистом SEO. Мы рассматривали Bittrex, мы рассматривали CSC как наиболее подходящий под решение наших задач. У Bittrex есть ряд преимуществ, но есть и большие минусы, собственно говоря. CSC подходило идеально под решение наших задач. Собственно говоря, далее Владислав промониторил все компании, которые работают с CSC. Соответственно, он связывался со всеми компаниями, общался. Вы занимаете третью строчку. Сейчас, на данный момент, мы занимаем на Marketplace, если говорить... Ну да, на Marketplace мы сейчас идем на третьем месте. По российским именно партнерам. То есть, есть список российских партнеров на сайте CSC.ru. Там мы занимаем вторую строчку. И на Marketplace сейчас мы занимаем третью строчку. У нас там обогнали совсем недавно компанию Comlabs. Ну, в общем-то, нас устроили все параметры, которые мы предлагали. И мы остановились раньше, как вы понимаете. Ну, это понятно, что он по поводу... То, что он сам SEO-шник, он выправил CSCard. CSCard по поводу за счет SEO значительно выигрывает. Ну, там очень много возможностей предлагается, как в штатном режиме, так и дополнительные модули, которые, собственно, были заказывали у вас. Очень облегчены нам жизни, можно сказать. Понятно. Ну, сейчас как раз-таки совсем недавно со мной связался директор по маркетингу CSCard и попросил вам писать сравнительную статью, такую масштабную, и сравнить CSCard и Bitrix. И вот скоро, на ближайшие, я думаю, месяц-два как раз-таки выйдет, и там будет подробный обзор. И вот на данный момент я как раз-таки очень хорошо знаком со всеми преимуществами платформы Bitrix, со всеми ее недостатками. Но платформа, на самом деле, очень мощная, хотя и, как вы сказали, обладает некоторыми недостатками. Но скоро... У вас лучше соотношение цена-качество. Однозначно. Возможно. Возможно. Так. Каких бизнес-результатов вы добились после того, как спустили интернет-магазин? И давайте начнем с того, что... Как у вас было? То есть, было у вас техническое задание, и затем вот расскажите про процесс реализации. То есть, вы выбрали все-таки компанию Carpower, нашу компанию. И что происходило далее? То есть, мы подписали договор, и вот об этих вот... О самом процессе разработки. Минусы, плюсы, что понравилось, что не понравилось. У нас, прямо скажем, был непростой договор. Я не знаю, как у остальных компаний, но у нас очень много было технических заданий, дополнений к договору. Договор был там порядка 80 страниц, да? Вот. Поэтому, конечно, процесс реализации по времени был достаточно большой. Не уложились сроки, это минус. Тем не менее, большой плюс в том, что CSCard был в тесном взаимодействии с нами очень... Carpower. Мы Carpower. А, Carpower. Извините. Ну, на самом деле, это такая распространенная... Для меня это... Для всех клиентов CSCard, Carpower, нам часто звонят просто клиенты и считают нас CSCard, спрашивают какие-то вопросы по технической поддержке и требуют, чтобы мы на них отвечали какие-то. И, ну, приходится объяснять то, что, ребят, ну, мы не разработчик вот этого движка CSCard, мы всего лишь партнеры, и мы можем вам помочь там в каких-то доработках. Поэтому это достаточно такая нормальная ситуация. Ну, хорошо, вернемся к нашим баранам. Очень тесное взаимодействие было. Непосредственно я занималась этим проектом. Мы постоянно общались в скайпе ежедневно на протяжении всего дня и очень быстро реагировали, скажем так, на наши вопросы, пожелания. Исправляли что-то. Это неизбежное такое. Я уже поняла, что в программировании неизбежно, что тут угол вылезет, тут вылезет. Да. У нас очень много возникает. Да. И невозможно все сразу предусмотреть. И вот быстрота реакции очень порадовала. Значит, вам запомнилось больше всего именно то, что мы быстро достаточно реагировали и исправляли какие-то вещи. Ну, в принципе, все наши, практически все наши пожелания были решены. Хорошо. Теперь давайте о бизнес-результатах. То есть, чего в итоге удалось добиться? принесли вот вложение средств, да, уложили деньги компании в разработку нового сайта там, и что удало ли это? Ну, о чем-то глобальном в плане возврата денежных средств пока еще рано говорить. Вот, кроме говоря, мы его совсем недавно, да, запустили уже полноценно. Для отдела маркетинга существенный плюс автоматизация процессов работы в админке, что, конечно, высвобождает колоссальное количество времени. Можно там одним кликом, допустим, все цены поменять в процентном соотношении. Для нас это существенно. Я, кстати, помню, как я вам это объяснил. Очень тяжелый процесс. Объяснили, как это работает. Ну, мы же не технари, но, тем не менее, дали из результата. Объяснили. Вот. Для SEO тоже, скажем так, мы наращиваем обороты в плане SEO. Да, результаты здесь уже есть, они видны. Ну, как бы не окончательные, естественно. Вот. И мы существенно поправили юзабилити сайта. У нас на предыдущем сайте, на предыдущей платформе было много брошенных корзинов. Сейчас мы обходим от этого. Кстати, что я сейчас вспомнил, у нас настроен с вами модуль, который рассылает напоминания о брошенных корзинах покупателям. Потому что, если они, например, начали совершать заказ и доставили корзину, у них есть уже предведенные какие-либо данные, чтобы им отсылалось напоминание по электронной почте. У нас такая не настроена, да? Не настроена. Надо бы ее настроить. Да. У нас есть такой аддон. Давайте настроим. Можно будет настроить, да, обязательно. И, что самое главное, мы внедрили триггерные письма. Угу. Вы их опробовали, они уже? Мы опробовали, да. То есть, для нас это тоже не нужно нанимать специалиста со стороны. То есть, мы своими силами собственными можем решить уже эти задачи. А можете рассказать более подробно о триггерных письмах для тех, кто не знает, что это такое, какие задачи она решает? Триггерные письма – это рассылка по нашей базе существующей, клиентской. Настройка там, возможно, разная. Опять же, оставленная корзина, не совершенные покупки там, т.д. Поэтому мы уже сами там настраиваем. Вот. Мы можем автоматизировано информировать клиентов о акциях, о новых продуктах. Я немножечко более как бы сформулирую. То есть, это возможность рассылки по какой-то, по какому-то сегменту покупателей, которые совершали до этого какое-то действие. То есть, допустим, по нашей базе. Да. То есть, которые покупали определенные продукты, у которых есть заказ с определенным статусом, которые там пытались заказать, но не заказали. Да. Вот это и есть триггерные письма. Так. Хорошо. Остались ли Вы довольны результатом сотрудничества с нами? В целом, да. В целом? Хорошо. Ну, я так понимаю, мы сотрудничество-то не завершаем. Наши все равно нужно поддерживать. Ну, у нас регулярно, да, возникают. Вопросы возникают, да. Вопросы возникают, да. Мы закончили, закрыли договоры, но тем не менее, вопросы, я так, сайт живой организм, он постоянно требует поддержки. Тогда, наверное, закончим. Спасибо, что уделили время. Надеюсь, что мы продолжим еще подготовку сотрудничества и успехов Вам в Вашем бизнесе. Спасибо Вам также успеху. Не прощаемся. Спасибо. 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 Спасибо.